Девушки отдыхают Виталина после вчерашнего свидания просто сияет. Она жила, у нее глаза засветились, она вся такая вот, ну вот, горела. Может, любилась? Сьогодні мы нарешті дізнаємося, як пройшло побачення, на яке вчора за запрошенням Ігоря Буховського відправилася Виталина. Адже наприкінці заняття тренер особисто вручив учасниці листівку за прошенням на романтичну зустріч. Виталина пришла на щоденненьке схуднення, аби повернути у власну родину любов і романтику. Жінка страждала від неуваги власного чоловіка і навіть підозрювала, що в нього є коханка. Ми не ходимо на свидание з мужем і не поділяємо друг другу личное какое-то время і уваження. І вона, аби змусити ревнувати, пустила в хід легкий флірт з власним тренером. Ігор Буховський пам'ятав, з якою метою жінка прийшла на проект. А тому зробив Віталіні сюрприз і відправив її разом з чоловіком на тренінг до Наталі Холоденко. Щоб дати можливість Ігорю та Віталіні заново пізнати та нарешті почути одне одного, психолог підготувала для них особливе випробування. Я приготувала список питань, які вам допомогуть трохи більше просто знайти одне одного. Тобто з відповідних мужчин є таким еталоном для Віталіні. Мой муж. А як ви думаєте, відповідав ваш муж? Буховський. Що для Ігоря наиболее неприємлемо в жінчині? Навязчі. Ігорь, а що ви підрозумієте під навязчістю? Тільки віщення, що коли щось вона просить, я хочу, щоб вона хоча б раз це сказала, я це все одно ж сделаю. У нас є в коридоре плитка, яка відкололася. З першого разу не розуміє, що я розумію з першого разу. Я ні разу, ні два, ні три сказала, щоб він її приклеїв. А він спеціально не хоче цього робити, тільки тому, що я його прошу. Вмість того, щоб проявити женську лінію поведення і подчиниться де-то, де-то услышати його потребності, вона пред'являє йому претензії. А для мужчини претензія – це просто удар нижче пояса. Як кітенка мене туди, кожного разу. Ми іноді не замечаємо, коли починаємо говорити з мужчиною, як з маленьким дитком. І мужчина завжди на такі відношення будуть реагувати зіпротивлением. Це обговорювалося, але це все пропускалося, мене не слухали. Я знаю, що у мене є таке, що я не слуху. Головна проблема цих відношеньів состоїть в тому, що жінка взяла на себе руководящу функцію. Вона сама цим недоволена, але по-другому не може. І вона все время сомневається в тому, любить ли її муж і випрекає його за це. Деякі відкривання Ігоря зовсім шокували Віталіну. Як Ігорь предпочив провести бы вечір? Поход в бар з друзями, вкусний ужин, приготовленний з жиною, ігра в боулинг всей сім'єю. Наверное, сім'єю в боулинг, а потім ще ужин. Мене цей ответ, звісно, удивив, тому що мене казалось, що він не зовсім пишет дому і в приоритеті більше время з друзями. Просто було то время, коли я знаю, що я покорила його серце, і як він трепетно ко мене відносився. Прошло то время, і вже той огонек в його глазах ісчез. Віталіна, ну мені каже, що ви самі об'яснюєте всю проблему в відношіях, то, що ісчез цей огонек лишним весом. Але я думаю, що дія взагалі не в цьому. Тепер Віталіна бачила, що через своє бажання завжди бути головною в родині майже втратила свого чоловіка. Та ще й досі вона не розуміла, чи є у неї шанс після усіх цих помилок відродити кохання і врятувати свій шлюб. Скажіть їй своє мнення, своє відношення. Кітючка, кітючка. Последний вопрос. Кто із известних женщин є еталоном красоти для Ігоря? Віталіна. Віталіна, як було, все, і поведення, і внешність. Я вважаю, що Віталіна утвердилась в тому, що вона по-прежнему інтересна своєму мужу. І для того, щоб їх відношення наладилися, потрібно не так багато. До сьогоднішнього дня я була вважена в тому, що нічого страшного немає, що я веду себе як директор. А в сьогоднішнього моменту я зрозуміла, що потрібно змінитися самою. Наталя Холоденко знала, Віталіна давно перестала приділяти увагу власному чоловікові. А тому підготувала для неї спеціальне завдання. І так, Віталіна, це те, з допомогою, чого ви будете виражати свою любов Ігорю. Це ваш конвертик. Дякую. За задумом психолога, жінка на побаченні з коханним мала першою зробити крок до зближення і приготувати чоловікові улюблені страви, якими вже так давно його не радувала. Дякую. Дякую. Коли я бачила, що він йдет ко мене з цвітами, у мене внутри все перевернулося. Вспомнились те годи, коли ми з ним ще зустрічалися. Любовь вспыхнула вновь. Дякую. Дякую. Итак, глубокий вдох, потянуться вверх, оставляем руки вверху, наклоняемся влево, в другую сторону, прогнуться назад вдох и наклоняемся вперед-выдох. Поднимаемся вверх, сегодня поработают мышцы спины, а также мышцы груди. Чтобы их растянуть, поднимаем руки вверх, отводим их назад, как можно дальше. Пускаем руки вниз и делаем круговые движения. Руками назад. Три, два, один. И вперед. Заканчиваем, руки в замок, округляем спину. И прогнуться назад. Хорошо. Наклоняемся вперед. На прямых ногах как можно ниже. Берем бутылки. Наклоняемся вперед, бутылки перед собой. Делаем тягу. Опускаем вниз и поднимаемся вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. Работает спина. И еще один. Оп. Опускаем бутылки. Опускаем руки на коврик. Выходим в положение планка. Из этого положения девочки опускают колени на пол и делают одно отжимание. Мальчики, оставаясь на носках, делают всего лишь одно отжимание. После этого мы шагаем вперед и подпрыгиваем немножко вверх. Вам все понятно? Тогда вперед. Раз. Ну, тренинг, на самом деле, перевернул мой мир. Вообще, это начало новой нашей семейной жизни. Ну как? Отлично. Итак, берем скакалки. Третьим упражнением в нашем блоке будут прыжки. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Алекс, ну, ты не умеешь прыгать на скакалке? Нет. Так давай научимся. Возьми скакалку в одну руку. На каждый прыжок на ногах мы делаем вращение рукой. Оп. Это одно из лучших упражнений для того, чтобы подготовить себя к настоящим прыжкам на скакалке. Через скакалку пока еще не получается. Игорь даже со мной в какой-то момент занимался вдвоем. Да, было трудно. Ну что, второй круг. Берем бутылки. Ах, работаем быстрее. Плечи назад, тянули живот. И поехали. И раз. Подъем. Вдох, выдох. Локти в стороны. Концентрация на мышцах спины. Алекс. Когда я смотрела, как делает Игорь упражнение, казалось, что, наверное, я не смогу. Но когда я начала делать упражнение, не так страшен был, как я его боялась. И сейчас на последнем сюрпризик шесть. Считаем вместе. Пять, четыре, три, два, один. Опускаем. И. Твою невизию. Отжаться. Прыжок. Раз. Алекс, о чем ты думаешь, когда упражнение делаешь? Давай, делай и рассказывай. Ну, о правильности упражнения. Ты думаешь об этом? Незаметно. Последний раз. Берем скакалки. У нас серия прыжков. Надеюсь, схему упражнения вы усвоили. Готовы? Тогда вперед. Алекс приступил сразу к делу. Галя тоже прыгает. Вот такой вариант облегчает нагрузку на суставы, на голеностопные и на коленные. Виталий, еще больше усилий, по-моему, прикладывал сегодня на тренировки. Она же влюбилась. Второй раз. В того же человека. Три. Два. Один. Стряхните ноги. Делаем глубокий вдох. И глубокий выдох. Опускаемся на коврик. Потянулись в разные стороны. Итак, берем бутылку в руки, лежа на спине. Ноги можно согнуть в коленях. Последнее упражнение на сегодня. Вот так мы держим бутылку. Плечи опускаем вниз. Заводим бутылку назад. Практически касаемся пола, но не делаем этого. И на выдохе возвращаем ее в исходное. Вниз вдох, наверх выдох. До проекта, я не помню, когда я от физических нагрузок, у меня вспотела спина. А тут после каждого упражнения я уже мокрый, я уже не могу. Четыре. Три. Два. Бутылка вверху, разворачиваем ее. И опускаем на голень. Вот так вот. Руки за головой, плечи приподнять. Удерживаем это положение. А-а-а! Нужно отмазываться и говорить, что бутылка падает. На самом деле у вас просто слабый пресс. Плечи немного выше. И руки вытягиваем вдоль корпуса к голове. А-а-а! Должно трясти вот так, как меня. Ох! Пять, четыре, три. Снимаем бутылку. И делаем второй подход куловер. Раньше Алекс приходил и был. Вот пришел на занятия, все, у него только занятия существуют. Никакой потусторонней жизни, как говорится, нет. А сейчас он какой-то удрученный. Три. Не сачкуйте. Два. Один. Разворачиваем бутыль. Опускаем его на голень. Удерживаем голень параллельно полу. И вытягиваем руки. Вот оно появляется тряска. А я пойду проверю наших участников. Потому что Сашенька что-то делает с огромной легкостью. Руки вот сюда. Вот оно появилось, то необходимое напряжение. Ну, когда уже мясо там привыкли до этого всего, до этих физических нагрузок, ну, не чувствую, что в тебе где-то что-то болит, то, конечно, мысли, ловлю себя на мысли, что я этим уже буду заниматься и после проекта. Плечи выше. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Алекс, ну что ты понял, как нужно концентрироваться и работать на тренировке? Потому что нужно думать о тех мышцах, которые включены в движение. А мы переходим к заминке. Мы вытягиваемся вверх и наклоняемся вперед. Вот так. Обхватываем бедра и, округляя спину, отклоняемся назад. Хорошо. Ноги скрестно. Вытягиваемся вверх. Дальше мы переходим к растяжке грудных мышц. Это движение мы делали в начале тренировки. Ладони вверх. И отводим их максимально назад. Разворачиваемся лицом вниз. Делаем вдох. Обязательно на вдохе. И медленно вытягиваемся вверх. Не больше пяти секунд в этом положении. И на выдохе опускаемся вниз. И так. Поднимаемся вверх. Медленно, плавно. У меня все равно такое чувство, Алекс, что ты не выкладывался до конца и движение делал больше механически. Тебя что-то отвлекает и мешает сосредоточиться на тренировках? На самом деле, где-то он был прав. Сегодня был день, скажем так, суда с мамой. Хотя меня там не было физически. Я была моя адвокатом. И поэтому действительно, как бы, может где-то мысли были, скажем, там. Тяжело, на самом деле, как бы понимать, что вот так вот можно между сыном и мамой иметь какие отношения, которые, ну, скажем, не отношения, а судебные какие-то разбирательства, дела. То есть это сложно, тяжело, морально, как бы. Поэтому я решил отправить тебя на тренинг. Ты готов ко всему, что может произойти? Да, конечно. Тогда вперед. И главное помните, чтобы быть здоровым и счастливым, главное действовать. А поэтому тренируйтесь вместе с нами во время утреннего выпуска программы «Все будет доброе». Также помните, что все у вас получится. Главное, почаще улыбайтесь. А мы встретимся завтра. Пока. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ